Ключи от новых квартир вручили жителям поселка Жизды, это в области Улытау. Три новых дома коттеджного типа построены на средства из районного бюджета. Обладателями комфортного жилья стали молодые специалисты, работники бюджетной сферы и многодетная семья. Для жителей поселка Жизды Багдаулета Жарыл Касына это один из счастливых моментов в жизни. Он отмечает новоселье. Уроженец Туркестанской области приехал сюда по программе с дипломом в село сразу после окончания института. С начала года работает учителем математики в местной школе-интернате. «Очень рад, что оказался здесь. Молодым специалистам оказывают всестороннюю поддержку. Сначала я жил в общежитии, а сейчас вот выдали новое жильё. Дом очень хороший. Планирую перевезти сюда моих родителей, чтобы я имел возможность заботиться о них». Всего выдано шесть квартир. Это одноэтажные дома на две семьи. В распоряжении жильцов четыре просторные комнаты и санузел к строению прилегает небольшой земельный участок. Помимо Багдаулета Жарыл Касена, новосёлами стали ещё два молодых специалиста, сотрудники бюджетных организаций и многодетная семья. В этом году в посёлке планируют построить ещё два таких дома. Квартирами обеспечат нуждающихся в жилье граждан, в том числе и тех, кто переехал в посёлок по проекту с юга на север. В целом по району в очереди на получение жилья стоят 87 граждан из разных категорий. Ежегодно ведём строительство. Так, в районном центре селе Улутау в этом году сдадут в эксплуатацию трёхэтажный дом на 36 квартир. Их распределят среди очередников. Также за счёт бюджетных средств покупаем жильё для специалистов, приезжающих в район на работу. Помимо жилья, в сёлах района возводят новые и ремонтируют существующие объекты соцкультбыта и медучреждения. В том же посёлке Жезды в этом году завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На заключительной стадии – капитальный ремонт больницы. Уже произвели отделочные работы, заменили кровлю, полы, двери и окна здания. Осталось преобразить фасад и доукомплектовать медучреждения необходимым оборудованием.